Первое, что хотел сказать, спасибо, что нашли время, потому что знаю, что очень трудно выделить время. Тем более, что у нас здесь несколько из Новокузнецка, из Новосибирска, из Кемерово, из Барнового. Спасибо за то, что нашли время. Второе, без чего бы у нас это мероприятие не произошло, и этим людям тоже надо сказать спасибо, это, собственно, сам создатель жидкой резины, основатель движения в России, Ренса Баскова. У него завод находится в Москве, и он производит все, что мы сейчас будем здесь показывать. И второй человек, который участвовал в этом мероприятии, это Захар Черняков. Кто его не знает, еще это человек, который организовывал все это, общался со всеми, может быть, с каждым из вас, может быть, с кем-то в большей части. Вот именно отдельное спасибо. Программа выстроена таким образом, чтобы мы могли вовлечь вас, и чтобы вы могли понять, как вообще работает двухкомпонентная жидкая резина. Поскольку продуктов очень много, которые связаны с гидроизоляцией, и кто проявил большой интерес, уже видели, да, там, сзади разные использования вариаций и все прочее. Но сегодня конкретно мы хотели заострить на двухкомпонентной жидкой резине. Почему? Потому что, ну, это открывает большой потенциал для гидроизоляции, и, ну, как бы, переступает определенный этап, барьер, ну, промежуточный, между, там, традиционными, так сказать, видами гидроизоляции и новыми технологиями. Вот. Поэтому я еще раз вам спасибо за то, что приехали. Передаю слово Рэнсо. Программа у нас случилась на 4 часа. По завершению мы опять попьем там чай. Будет блок вопросов и ответов. И я думаю, что вы будете довольны. Еще раз вам всем спасибо. Рэнсо. Спасибо. Приветствую за все. Сегодня стараемся вам доложить вот эту технологию, которая называется двухкомпалетия жидкой резины. Может, кто-то знает и слышит, но она уже давно. Она уже 13 лет, уже на рейне. Я первый раз, это был в 2003-2004 году. Это, конечно, были робости. Когда они что-то предлагали, кому-то, который робочий, ну, я имею в виду, ядники, которые там сидят, будут давать, так уж делали, короче, как видят, и так далее. Они мне сказали, ну, как-то по старинке не сделали, ну, зачем это нам надо, и все прочее. Ну, нам надо ремонтировать роблик, это годы, там, у себя, что это так, и замки, и так далее, и так далее. Ну, тем не менее, добили, а за знание этой технологии, которая сейчас будет, скажу, что это такое. И потом, потеконечку, они осознавали, о том, действительно, это хороший материал, это хороший технологий. И сейчас, вот, Россия, могу сказать, это очень много распространенных. Много знают, много пользуют, много спрашивают. Это самое главное. То есть, есть и спрос. Для наций, которые не понимают, они будут это все предлагать, это не новенькое. Это уже как накатывание. Можно не везде как-то традиционный метод, или так, которые участвуют, или это жорт, или все. Но все равно, по-любому, есть и спрос. Почему есть и спрос? Потому что это заканчивается все времена, которые надо, ой, надо делать, потом буду переделывать. Ну, надо, вот так, давай, надо, а потом переделывать. Сейчас они, три года на русском сознании, а то надо делать хорошо. То есть, не надо платить два раза. Почему? Потому что, ну, уже так и надо, уже люди считают это деньги, и даже участники, которые у себя дома что-то делают, они как-то уже все это интернет показывают, надо хорошие материалы, надо хорошие пикновения. То есть, уже это наше открытое рынок именно для продвижения, для показывания именно такой пикновения. Мы сегодня решили идти на цепь, на двухкомпонентную вот эту эпидемию. Почему? Потому что она больше, проспективно она большая. Его промышленное, его применение позволит, конечно, сохранять очень много затраты, которые традиционные методы, но неизбежны. Это трудные затраты, каждый человек, предприниматель годовой боли, вот, и факт о том, всегда, и как это, и все как-то делают правильно. А эта технология, она меньше зависима от человеческих фактов. Почему? Потому что сам материал работает сам собой. То есть, когда мы, допустим, скажем, когда мы делаем все черное, наше, да, хочет воля, хочет какой-то фундамент, она уже все, она уже так монолитна, она вода не пропускает, даже ведь по большому счету. Я думаю, если это про поле, поснакомлюсь с этим, этому материалу. Потому что я многое могу сказать, что это такое, но надо шутить. Я вам устал. Обратили. Ребята, вам там хорошо слышно? Нормально? Сейчас я вам покажу. Вот это, это трюк уже, после его нанесения. Почему это жидкая резина? Потому что его эластичность теперь видит, она как резина. А потом она в память. Она все обратно, то есть его растяжение в шоке, тысяч, четыре, тысяч, не значительно сколько. Но самое главное, потом она потихонечку наберет свои формы, обратно. А потом такой прикольный. Я вижу, у вас есть ручка. Держите. И прокольный, не боится. Она не прокажет. Я обратно возвращаю. То есть поставить в себя такой материал, наличенный на какую-то поверхность, скотч-бетонный. Нет? Что-то не верить туда, потому что. Если вдруг что-то, кто-то буду, прокажет, она все равно по-любому может. так, девочка, но потом она себя закрывает. На солнце, тем более, материал достаточно такой пластичный, и потом вырезает обратно свои формы. То есть, даже при большом счету кровли, да, традиционные, давай, традиционные, скажем, это как бы там рулевка. Можно отомстить, можно так неправильно, можно так прикольно, но она что-то, так как вы трешили, вода бежит, поэтому, да, куда идет, потом по разукровке, куда. Течет здесь, а дверка там, найти потом, это, ну, теперь это не так сложно, если такой прибор, который позволит, будет точно определить место, то есть, но тем не менее, с этим материалом уже более правильный, более простой, найти вот это, возможно, где-то, потому что его адгезия к основанию очень высокая, то есть, если практически она идет сюда, она должна вот, ближе, то есть, они 20 метров, 10 метров, туда, она должна так, и определение места, где-то можно ремонтировать, и она легко ремонтироваться, то есть, если что, если такой, маленький дефект, трещина, который бывает, да, просто берем вот эту кисть, такой состав, смазываем, и все, она регулярно ремонтопригодна, без никакой там трудностей, так, любой человек, он что-то, на, ведерочка, на, кисточка, так, для трещин, мазываем, размазываем, герметизируем все вот эти дефекты, и она ремонтирована, вот, вот она, что-то, до сегодня мы разговариваем, теперь, его применение очень широкое, вот, в течение вот этих 15 лет, где я экспериментирую, прилагаю, я могу сказать, понятно, это первая очередь, это были ремонты кровли, потому что кровли, не знаю сколько, миллионы квадратных метров, которые в России еще нужно постоянно, такой, обслуживать, то есть, это ремонтировать, конечно, кровли, кровли, она всегда, ну, большинство, конечно, на плотах, она обитумная, то есть, такой, руленый материал, и здесь что-то плюс, его не надо, абсолютно, никакой демонтаж, но если, конечно, она еще настолько, насколько, она уже так, нету ничего, ну, понятно, надо дать капитальный, вот, ремонт, ну, как практика показывает, руленка, которая 3-5 лет, да, она началась уже себя, показывали, ешь и годно, я демонтировал, вообще-то ничего не надо, просто, это напиление наверх, и все как-то монолитно, гармонизирует, все, гидроизолирует, это все, вот это пространство, горизонтально, вертикально, может быть, мы сразу будем видел, да, почему-то, и кровля, понятно, фундамент, фундамент, это, очевидно, это новостроение, где-то нужно, сейчас они копаются, очень глубоко, два, один этаж, два этажа, и так далее, фундамент, незаменительный, представляете, что-то 6 метров, руленка, или какой-то другой пленка, я не имею представления, как надо делать, а вот это просто, вот как раз как будто напиляет, все черно, все это герметизирует, и многое-много, это разные области его променения, поэтому давайте, мы показываем, нисколько, это не все, ну, нисколько там, просто, как бы закушать, вот, как можно говорить, по-моему, типичный проблик, который, который, для себя, примекание, оксаты, незаменительное, технология, для герметизации, примекания, или какой, выступательный проблик, и так далее, вот, виды, его скорости, ну, конечно, чуть-чуть, скорее, для герметизации, вот, технология, позволит, просто, при такой скорости, производства работы, устроить, такой монолитный, резиновый, подобный, такой, покрытие, на проблик, вот, она лежит на любой, это метал, ну, это метал, лежит на любой маркетизации, вот эффект, что, что-то было, что-то, вот и получилось, конечно, на пилинии, такое, масочное, на пилинии, позволит все вот эти примекания, все вот эти, как-то сложные, на проблик, вот, это все, как-то, очень быстро, ну, металличка кровлик, да, конечно, я подумал, вот это, первая кровля, это было в 2005-2006 году, то есть, еще стоит, клиенты не позвонили, не пожаловали? Нет, нет, я сказал, у меня номер телефона, 25 лет, я почутанный ГОСТ-МТС, никогда не меняли, то телефон, никто не звонит, поэтому, вот это ответ, они номер потеряли, ответ, вот это, наконец, на задачи, которые, это не только плоскорные кровли, и металлические кровли, пальцы всегда открываются, всегда, что-то, через стико, через дилки, это была методика, которая, ну, я придумал, при работе, то есть, при, я думаю, можно видеться, у нас по этой же технологии, мы в прошлом году сделали администрацию Латайского края, ну, просто, чтобы, там тоже пальцевая кровля была, да, ну, сейчас, конечно, будет такая совершенство, это все, технология, потом, можно так, кто-то заинтересован, на такое направление, у нас появились, более простые, но более эффективные, материали, для, как раз, для ремонта вот этих кровля, которые тоже много в России, не то, как в России, допустим, это пруды, ну, это такое там, барвика, знаете, что такое, но, тем не менее, это было опять в 2006 году, а сейчас везде только барвика, то есть, все, все хочет себе вот это пруды, вот, а простая технология, это просто напиление на геотехнике, опять, это было в 2006 году, теперь появились светлая, потому что она хорошая, но она не пропускает вода вообще-то, можно делать такие, ну, у нас были такие задачи, это емкость 11 метров, 11 метров, представляете, сколько давления, да? Спокойно, это, конечно, лоршавка, материально, не пропускает, не только вода, которая крупная, и газ, не скопия газа, то есть она, я вам покажу потом, как тут они шубали, а у нас все-таки регион, а? у нас все-таки регион, присутствуют лед, а равноморозка, заморозка, а равноморозка, температура, а лед, его простить, ну, я вам скажу, при низкой температуре, конечно, как любой материал, особенно, когда такие мягкие, она становится достаточно, такой, крупной, ну, если так не считается, как и водоем, да, есть два варианта, если вы оставили там вода, образуете лед, ну, сколько там может, там, полметра, она, как сказать, она не дает такое сопротивление, от расширения леда, практика такая, ну, кто-то оставит-то вода, кто-то сливается вода, это, нет, ну, мы говорим про емкость, вот крыша, да, а, крыша, пуская крыша, да, вот у нас ночью минус 10, днем на крыше из-за яркого солнца, плюсом, да, ну, и вот у нас получается, что опять ночь наступает, лед опять начинает рвать, нет, можно вмешаться, я вам скажу, что, коллеги, у нас будет много вопросов-ответов, давайте мы его, ну, если не сложно, хорошо, то есть на все вопросов, да, вот, ну, сколько там, такой, краткой, сказать, области применения, для глипсили, вот она, фундаменты, куда вертикальные, горизонтальные, потом, может, так, это, бассейны, ну, фундаменты, кровли, ну, конечно, да, и новые кровли, не только ремонт кровли, вот, бассейна, бассейна такая, ну, пруды, но это не все, конечно, ой, его применение, она такая широкая, потом, кто хочет мне задавать, какие-то вопросы, такие странные, я открыт, где-то не принято, вот, по поводу проницаемости, мы можем так взять, что-то наше, и стараемся, делать такое, делать такое тонкое, то есть, его классизм тонкая, даже вот эта микронная толщина, конечно, не пускает вода, тем более, когда его норма, это 2-3 миллиметра, вообще-то не пропускается, даже при, такие эффекты, типа, цикля, да, замерзания, то есть, переходы через нуль, она, знаете, когда переходы через нуль, его абсолютно не проблема, потому что, даже вот, посмотрите на сегодня, вчера, да, но еще минус сколько, минус 10, он, переход, он достаточно такой плавный, он не резкий, он не резкий, даже вот, она достаточно такой пластичный, потом я скажу, его география применения, вот, Заполярье, на юге, даже на этой, южной, арабской, вот эта страна, Камчатка, Курильская острова, Шихотан, который сейчас можно, вот там, это уже сколько, лет 6, и применяли, и, конечно, давай, посмотрим, там тайфуны, каждый месяц, все решили, наверное, без писателя, еще, и дальше, больше, 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 то есть, она проверена, давай так, не на слова, я не могу, конечно, на Шихотан каждый год, посмотри, как это все происходит, то все нормально, ну, все, клиенты довольны, администрация, Соколинская, и заказывает еще, какие-то, мы еще работаем, ну, наши партнеры, как мы, мы, мы производители, мы стараемся просто дать им сколько импут, да, вот так, наши клиенты, потому что нам, конечно, много звонят, и скажут, а, есть там, у вас представитель, там, 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 и, конечно, мы стараемся, все, звонить, да, технологические точки зрения, приготовить себе вот эти технологические карты, если надо, обеспечить всем возможные документации, которые нужны, и для проектировщих, для заказчиков, и для пожарников, и что-то нет, вот, кратчо, то есть, у нас это такой материал, уже знакомый, теперь надо знакомить более близких, поэтому сегодня мы буду вам показывать его, не то же на видео, а приживое, что это такое, что это за материал, как наперянуть, действительно, на такое, его мгновенное трендение, насколько его преимущество, система наперения, поэтому, так, мы их чуть-чуть в сторону, да? Мы их просто заперем, что-то измельяем. Да. как-то надо показывать, еще, наше уважаемое господи. Ну, давай так, я вам прорвать ближе к оборудованию, познакомиться с оборудованием, что-то за оборудование, что-то за составом, который является вот это двух компонентом, это жидкая резина, да? Ну, скажем так, удалось попробовать эту чудодейственную жидкую резину в том году протестировал на двух заводах, у меня все впечатлило, как бы, ну, я напылял однокомпонентную резину, не двухкомпонентную. Ну, вот, какие были косяки? пока не звонили, пока не звонили. Телефон поменял, да? Телефон поменял. Ну, да. Последствия были в акрилете, который был другим цветом, попала влага, и он вспучился. Объясни, что это акрилет. Акрилет? Объясни, что это акрилет. Да, я бы начну, когда отец вот это все раздрать. У нас есть немного анонименоза. Ну, есть несколько брендов, которые отличаются тем грубо его составом. Вот эта бренда цветка резина, она B2B. Бренды это с ним два слова, которые основные градиенты цветка резины. Она вот и классическая цветка. Она только черная, не бывает, потому что битума черная. Потом есть другая бренда, которая она полимерная. Полимерный состав, она акрилеет, потому что его основа это акриле. Разные полимеры, акрилевые лазер-модификации и там есть свои продукции для кровли, для бассейна, для дороги, для много чего. Что это акрилеет? Ну, как бы я работал битупреном, да, я попробовал на пандусе гидроизоляцию сделал, что они попросили, у них разрушается все это дело. Я покрыл пока звонков не поступало, но прошла зима, еще не обследовал это, что я покрыл. В дальнейшем дальше будем делать выводы, насколько это качественно и хорошо для них. Потом я покрывал на одном заводе крышу полностью, но я использовал еще геотекстиль. с геотекстильом там работая на плавляйке уже 13 лет, но его чисто физически руками не порвешь. по ленту, что ли? Это отмены вот так выводы. Да, то есть там было здание рядом железной дамы, они попросили, чтобы покрыть так, чтобы от вибраций здания лопнулись. и там тоже была проблема. Проблема была в том, что уже наступили холода. С холодными условиями, да, то есть эта резина работает при плюс десяти вообще отлично, но когда уже хотя бы плюс один, плюс два и минус там. Еще и дождь был. Да, был дождь, намучился я ей хорошо, но покрыл, ну давай, все отлично. Хорошо, очень детально, вот такая рекомендация, нельзя, поэтому нельзя. Первое, это то, проопрыли. Спучилась, то есть это было, ну уже где-то сентябрь, октябрь тоже был, да? Конец сентября. конец сентября, то есть днем было тепло, плюс 15, вечером был минус какой-то, конденсант с крышка пал и попадал именно там на эти места. Она была свежая еще, ей сутки как минимум сохнут, ну летом-то естественно она быстро высыхает. То есть ошибка применения именно, что нельзя в форгу, только в сухую? хорошую. Ну а двухкомпонентная, как мы уже все видели, что... Одна, двухкомпонентная в принципе не боится дождь, но, конечно, это возможно так, а нельзя, да? два, три, четыре, скорость, грязи и так далее. И все вот, и тогда я попробую что-то. Скорость применения и так далее. Меня все устроило, скорость работы, то есть это уменьшилось там, на трудозатратах, то есть там не 10 человек работало, а два. Все, один стоял, один стоял со станком с банкой, помогал таскать это все, передвигать, все, а второй напылял. Стас, еще много вопросов сегодня было про оборудование. ремонт делали или как? То, что убирали, потом все ремонтили? Ну да, я потом кисточкой все намазал, ну то есть днем я выбрал время, сухую погоду, посмотрел, нет осадков на следующий день. То есть покрыли после всех? Да, вылезал, вылезал. Убирали? Там руками оно все, оно вскучилось, прям отстало от битупрена. То есть основной слой был битупрен, на битуме слой. Он высох там за 5 секунд. А этот отошел от того? А этот, да, отошел от того, потому что были два влага. Частично, не весь, да. То есть он частично. То есть убрал вскученные лица и с кисточкой поднимали. С кисточкой вымазал, все, и проблема все удастся. Многие спрашивают про оборудование для однокомпонентов. Оборудование, да, оборудование я выбрал аналог всех вот этих дорогих, китайское. То есть цена средняя была от 700 тысяч до 100. Объясните, это однокомпонентно, то есть это не для двухкомпонентов, а для однокомпонентного покрытия. Это совершенно другой методик, то есть это один насос, бывает и мембранный насос, типа такой, там паршревой, там паршревой, все нормально, электрический, станок, все. Сколько у тебя была однокомпонентная производительность, ты просто фундамент еще делал, я помню. Ну я его за несколько слоев проходил, потому что я тестировал, я сам поначалу не мог понять, какой слой дать, и как, что. Ну где-то за час я прошел тонким слоем, там от 200 до 300 квадратов, но это быстро. Потом, естественно, я еще на раз проходил, потому что я не мог понять, как он работает правильно. Ну а так вот, что я потом завод делал, где с геотекстилем, тысячу квадратов мы покрывали, там немножко подольше, потому что укладывали битупринт сначала, один слой напыляли, и следом человек шел уже с валиком и геотекстильным разматывал. Просто он в рулоне, да? Он в рулон, да, идет. Рулонный. То есть вы просто его раздавали, а потом... То есть мы как, битупринт 50-й нанесли, это как наподобие прамера. Все, он еще не высох, все, и следом человек шел, след, да, валиком, ну чтобы он прилип, все. А потом сверху... А сверху уже напыляли другим битупринтам, который... 90-й? Да, 90-й от ультрафиолета он защищает проволоку. Это технология такая, или была просьба заказчику? Технология. Для заказчика работы я объяснил заказчику, что вот столько слоев, будет такой срок службы этого материала. Сколько лет гарантии дал? Ну, я дал пять лет гарантии. Пять лет гарантии, мы ровно вместе, да. Нормально. Реально простое нам надо больше. Дай Бог. Чтобы не возвращаться. Это вообще ничего. Просто я общался с многими другими ребятами, кто уже, знаете, джинка-резина, ну там, они там, они говорят, мы даем столько лет гарантии, сколько мы сейчас работаем. Шесть лет работаем, даем шесть лет гарантии, ну и так далее. Да, ну вот у Дениса есть видео, я не знаю, покажешь, не покажешь, где там этот столом, то есть он... А, твое? Да, там небольшой столом, все. А, тут вам поправилось. Кто, кто... Да, 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 да. Да, я уже тоже все видели. Вот это B2Prent 50, ну это просто утеплитель, да, тут B2Prent 50, геотекстиль B2Prent 90. Здесь просто сделан стык специально. Той и другой однокомпонентный, да? Да, это обычный. Двух компонентный, прям на утеплитель. Прям на утеплитель, да? Это просто другой аналог. Спрей-грейт, геотекстиль, компаунд, да? Можно, можно так, можно просто в 3 мм дать свой, это уже там... Без геотекстиля. Ну, конечно, надежнее, качественнее. Ну, надежнее, это по нашим пониманиям надежнее, потому как мы знаем геотекстиль. Либо надежно и так, и так. Надежно и так, и так. То есть, коэффициент расширения вот этого B2Prent, он как бы позволяет подходиться без геотекстиля. Позволяет. То есть, механически его не разорвет. Ну, механически, если... Я вам скажу, почему так используют геотекстиль? Это плит. Ну, хочешь, я просто это на плите, да? Представляете, что там, шель или штыки. Коши, не хочешь, плита, она по любому. Нет, это понятно. А когда мне это сделать, что говорит, кси, он получает такой, монолитный, армирный, блохный. И даже, почему вот это, потому что, если много, сейчас, склады, которые, они мало скажут, трофоносили, его надо как-то утеплить. Снуты, утепли, там, пенополиолитарную, да, ну, они спрашивают, наверх, а наверх, как ты можешь? пенополиолитарную, то есть, надо, как-то утеплить. Пенополиолитарную, уже как-то, хотя бы, это самое правильное, почему? Потому что, он водопоглощенный, пенополиолитарную, ну, ну, эксклюбируемо, так. Ну, много, уже, твердых, плит, милан, милан, гад. Положили, крепили, механические, очень простые, а потом, сделали, представляете, ковер, вот так, с геотекстилем, мне спрашивают, а не будет, не будет, так, вот, вот, представляете, вот, когда, вот, это, все, ковер, все, она будет армирована, соединится с геотекстилем, она никуда не денется. Самое главное, правильное крепление, снизу, то не будет, какой, ветра, то есть, парусный эффект, который будет сдувать, когда вы герметизируете, то все, что такое, как это называется? Ну, то есть, как бы, что, монолитность, упрощение, и усебление, монолитность, схождение плит, минплиты, то есть, как бы, монолититься, так будем говорить, геотекстиль. Правильно. Потому что, коэффициент расширения геотекстиля какой-то есть, он, как бы, он бы, не одерживается, вся вот эта конструкция. Вот. В связи с этим и вопрос. Ежели не класть геотекстиль, а просто использовать только бетупрень. А есть? Ну, то есть, он обеспечит, коэффициент расширения бетупрена, позволяет? Ну, плитерам, плиты. Лит и плиты, я понимаю, что плиты, может, и затекать, и все, и к челюсти. залить, и залить, и тянется, и тянется. А что-то, можно спокойно, и можно спокойно вот это пропитывать, гидрозолировать. Весь смысл вопроса в том, что можно ли избежать применения геотекса. А я наоборот? Нет. Я наоборот, я тоже за. Я тоже за. Я вас, перестраховаться, я никогда не против. Когда мы сейчас идем на такой разговор, это не диспанатурно, можно сказать, когда мы идем на большие вложения денег, конструкции, как укроп, любой блядец, мне спрашивают, ну, блядец, какая гаранция? Он сказал, 5 лет. Но узнаешь, что 5 лет его будет заряжаться. Если мы скажем, ну, давай-ка, где мы под дешевкой 10 лет гаранции? Он скажет, иди, ты одолазь. Он тебя смазывает, а потом ищи, где вот, деда Васи, войдите на канале. А здесь, здесь. А та конструкция, она не просто потому, что надо усложняет, потому что так она должна работать. Потому что механический как не будет. Крепки, все, старается что-то, кровля, крепками, все выхрепляет. Нет, это понятно все. В этом, в этом году не понятно. Она наоборот, она упрощает, она увеличивает его так же как-то мощность, долгожительность. Самое главное, на этом крови, это что, хорошо, вот герметизированный край, а то ветра не будет убивать, и все. Остальное, наше пророждение. Мы пророждаем, это решаемость. Хочет так, хочет не так. Ну и по однокомпонентным станкам, если кому-то нужны, будут там рекомендации, можете там у Захара спросить, мне позвонить, может быть, у Стаса кто-то телефон взял, он уже там попробовал, может что-то подсказать. Цена, идет от 70 до 100 тысяч, сейчас естественно все повысилось, сейчас порядка 100 тысяч стоит. Но это в Новосибирске? Да, это в Новосибирске, здесь может у вас какие-то другие цены. Конечно, я вас хочу. За десятку? Вопросы к Стасу? Нет, за десятку, в любом случае, надо, чтобы он был для жидкой шпатлевки, просто так, если по 25 тысяч, по 15 тысяч, а не просто для обычной грунтовки, он не продавит, все равно масса такая, более густая у битупрена. А этот и шпатлевки он нужен? Да, этот и шпатлевки может тоже нанесить. Ну то есть, вот этот станок, он так же всасывает, принцип такой же, вот как здесь, так же он всасывает поршень. Вы взяли с такой, мы не говорили, такой. Я взял, который и для шпатлевки может использоваться, потому что масса густая, не жидкая, никакая. И как краска. Понятно. Таким вы если не работали? Нет. Сейчас буду работать. В этом году, вот сразу любил. Мне понравилось, все устроило вообще. Ну я говорю, работоспособность увеличивается в покрытии. Сколько у тебя выжать в сезон? Да в сезон, ну у меня где-то 10-15 человек работает. Ну здесь, я говорю, на заводе, там три человека работало, потому что, ну бессмысленно столько народу содержать и платить зарплату. Пандус покрывал в два человека. Один, говорю, распылял, второй помогал бочки менять. 50 человек. Все. Ну вот. Вопросы? Стас, нет вопросов? Бренд теперь готов. Во всем вашем внимании. Все вопросы можете теперь открывать, трамповать. Так, если было очень много вопросов, правильно сказать, мы не слышим. Можно так повторить, какие-то были вопросы. Был вопрос по спортзале, на другое направление, на другое бренд, там есть очень много разных. Наши решения не только по общей строительству, по дорожным. Ну, здесь не то, дороже стоит, поэтому можно так сказать, а по фасаду. Ну, это тема, ближе к теме, которые они, Денис, предлагают. Ну, решения такие симпатичные, вот так, современные, там, суберплак. Если вы не видели, наше старое, это натуральная крошка, крошка, везу еще, и напиляется на любом поверхности. Как раз, очень модно, и очень, кстати, именно по каркасу дома на USB, потому что на USB, мало чем может пролагать. Имей в виду, как отделка, да? А вот это, вот, решение, она как раз, ваши коллеги, они воспринимают, вот и пролагают. И кто-то, такие дома, да? это, они, достаточно, удача, хорошая, она симпатичная, она, вот, уникли, сзади стоят, зубы обличные, тепло. Да, на стыках, как, гармировать надо, геотиджу надо, не надо. Обязательно, обязательно. Любой материале, да, он достаточно такой, есть образцы, он достаточно такой, его цель, это не имеет, какой достичности, она на изгиб, она хорошо, сгибает, но на, она, любой материал с наполнителем, натуральный, удлиния, невозможно, да? Ну, то есть, если, 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 я вас правильно понял, то есть, я вот эту стену, ОСБ, да, не только, оклеиваю, ну, то есть, прокладываю, диатекстиль, на него напыляю, а так? Или швы, чем армировать швы, мне тогда? у нас есть швы, какие-то, панели, фасадные, которые, если два, не знаю, как он исправит, с этим швак, но вот эта лента, самоклиническая, которую я вам показал, как раз это нужно, именно швак. Много, которые используют всякие разные герметики, они как неудовольны, неудовольны по одной причине. Первый, потому что они все равно по-любому имеют, как русал, и надо пикадит много раз, раз, два, пока, наку, вот это ровно. Ну, большинство, такой вопрос, А применение вот этого стыка, на стыке, вот эта лента, она не увеличивает толщина, и они позволят, как раз, вот такие, растяжения, небольшое растяжение, потому что, это растяжение, а потом удерживает самая конструкция с ГОТКС. Ну, я вам скажу, вот это опыт, который меняется. Потом, мы каждый своя, наше, наше, это дело пролагает, а ваше дело-то решает. По-процессу, мы будем. А это, по-посаду, можно? Основания, на основном? Я, абсолютно. Абсолютно не буду. Даже вот это, типа, на пенопласт, на саудином пенопласт. Ну, штыка, конечно, виднее, поэтому, ну, так и мокрые фасады. На фасад дома, вот. Али, вот, как за метод, фасадные дома. Я, я вот по этой продукции, включусь, если не сложно. Короче, история такая, мы идем по выставке в Москве, по, по, волтбилду. Я такой, иду-то, такой, чук-то, да, такой, по-по-по-по-по-по-по-по. Мы даже не видели вот это все, хотя оно все было там, зато поцепились. И потом, ну, познакомились с Ранцией, один день выставки к нему, там, куча вопросов, второй, третий, четвертый, пятый. В итоге, в прошлом году, в Барнауле, мы сделали, яхтбук у нас в Заречии, знаете, там сделали дом, кровлю, вот, и клиент, как раз, искал решение какое-то для своего дома, типа, да, кровля, типа, жене цвет не нравится, и у нас надо что-то сделать, что сделать, вариантов нет, напылили вот этой штукой, супер-класс, кровлю, кровлю, ну, сейчас, круг-котеч, вот, там еще пристроят, куча все прочего, если сейчас сезон простоит, я вот, весь поселок, типа, вам дают там и под фасад, и под кровлю, и все прочее. Я не знаю, неправильно, это я. Кровля, чего бы вам? Кровля, металлочерепица. Металлочерепица. А фасад также наносится, ну, можно металл, поливер. На фасадик, я только свое, в Ренце, конечно, больше компетенции в этом. Я знаю, что, там нужно приловчиться, именно само нанесение на фасаде, то есть скорость, ну, или как, скорость и технику, ну, нанесение, равномерно, все это равномерно будет. Ну, это, это опять опыт, это, правильно? Это опыт, в любой момент работает, это опыт, идет распиление, воздушное распиление, это безвоздушное распиление, там нужно капрессор, потому что она такая масса, но напиляется, как и другой, поскольку фасадик кругленький, это здесь плоско, поэтому идет параллельно. А когда фактор кругленька, надо повторять, вот это движение кругленька, для состава були, ну, ровно, ну, это как-то запустит. Есть вопросы, если вас интересно, я думаю, после нашего... Я просто одно хотел сказать, что у нас на этот год в Барнауле два дома у этих фасадных пиляет. Вот я хочу, у меня дом построил, у меня дом, фасад рваных камер, это обижал, да? Он под покраску. Шикарно. Нет, а он фасад идет, рваных камер, теплоблок. А, да, все понятно. Да, я хочу либо краску, либо здесь, либо здесь, либо здесь, это интереснее положить. Очень красиво. Два больших дома в этом году мы уже взяли, сейчас тепло. Как потом стыковать будете? Высота большая, как вы будете стыковать вот эти все. Как любая малярка, как любая малярка, как он будет стыковаться, то есть это высохло, а это... И как вот этот стык пойдет? Бесшовно будет. А, да, бесшовно. Бесшовно. Бесшовно, никакие там видные стыки. Ну, понятно, если любой, любой, как... Как движение, скорость. Если мы берем такая скорость, покажу, а будет такая приезда, потому что такая температура, она будет... Какая-то с правильным. Если они... Сенат? Правильно, Стас, я не знаю. То есть ты вот... Сенат, они есть. Сопал. Знаете, Стас, вот этот плюс, она действительно... Пока не знаю. Про мотивацию. Не, но люди делают... Потому что для нас степлезерация, это... Что мы имеем в виду? Я так понимаю, что еще не делают. Нет, она не будет работать. Но она будет работать с обращением... У меня дома. Я... Первое, которое я сделала, я сделала в новом году. Вполне может. Вполне может. Надо поднимать, надо... Надеюсь, что... Ну, да. Надо поднимать. Вот так стоит, пришел. А два минуты назад... Нет, возможно, есть какая-то технология. Черт его знает. Надо, чтобы узнать у людей, кто это уже делал. Белый с этими декорами. Коричневый такой, потому что его форма такая. Вот. Ну, а все, соседы, вот Белый, Довский. Скажи, очень красиво. На самом деле, очень красиво. Сравнивали вы, декоративность, что готовим, посравнивали вы, цена за метр. Ой, декоративность, это очень всякие разные. Декоративная штукатурка, есть бюджетная, есть декоративная. Это типа караеда? Типа караеда. Караед уже. Это сравнивали, наконец-то не делали. Нет, вы не говорите... Вот, я вам скажу, вот опыт этот свой, да? Мне нужно... Два года назад, нет, я просто решил. Вот, да, переверну, сэксэндап, сэксэндап туда, переверну фасад, и вот так, хорошо, потому что билеты окрашены, ну, там, ну, там, я вот к караеде поделил, все делал. Знает, как, жена хочет, все, надо, все, ну, окей, давай, хорошо, делим, все. Я хорошо, как эта бригада. Ну, оттуда, в Закарпатске. Они там... Я видел, как они сделали караеду, идем очень быстро, это ладно, давай, ребята, я вам покажу, что я хочу. Они, конечно, никогда не видели, они всегда на караеде работают, и все прочее, там, и вот так, надо только там, фасад все равно, надо то-то делать, тогда, хорошо, ну, потом, я вам сказал, вот, я вам покажу, что я хочу. Такой системе. Ну, показали, все интуитивно, понятно, да, хорошо было. Да, хорошо было. Вот. А поскольку, поскольку, потом они как-то, ну, как любой, они тягивают, тягивают, что-то они сказали, две недели, потом еще, вторая неделя, еще там, косит, все, все-таки, я приготовлю, я уже, это ставлю, ставлю, давай, ребята, сделай, это, ваши караед, вот, сделай, что-то, как я, ну, берите караед, и все, не-е-е-ет, мы будем следовать, а почему, потому, что быстрее, нет, это понятно, быстрее, а здесь, все в совокупе, все в совокупе, за квадратный, да, вот, а пусть материал, ну, точно понимаем, с вами, если караед, постельный тонул, да, то он дольше выгорает, да, а этот, а я вам скажу, никогда выгорает, никогда выгорает, да, а в цена, за материал, квадратный, у меня, в этом, в спине, столбе, да, без покрытия, с покрытия, минус 35, где, ну, типа бетон, холод, положу руки, куда, абсолютно не чувствую, то есть, она работает, как-то теплоизолятор, мы караеду должны сделать основание, потом нанести караеду, здесь основание делать надо, ну, если у вас, это покраска, стена сибитная, да, как-то затягивать, если караеду, но, если, если хочет ставить фактуру, газобетон, то тоже интересно, напиляет, а если хотим вам ставить фактуру, то можно оставить, если крыкать, да, вот это билет, как и дома, который кирпичный, они просто хотят ставить фактуру на кирпичном, она проникает в пору, да, и они просто получили такую защиту, очень красиво, но, в принципе нет, нет, в принципе нет, она склеится, ну, давай так, мы не сделаем такие исключения, если шлукатура, шлукатура на таких поростях, лучше, конечно, будет, по руку, по руке, по руку, это не закрывает порость, почему-то нужна такая грунтовка, не закрывает порость, жидкостью и растворитель, который она, в этом, которая она там, она не будет, как грунтка сразу, она будет постепенно нарушена, и так грунтшение медленное шло, так степute, то есть, испарение медленное, И, по примеру, они будут сбиваться в другую зерно-тошнюю цепочку. Если она не крутится, она будет кусаться туда, а, по примеру, она их напокрыта отдельно. Поэтому получаем потом маленькие крыши, маленькие слоения. Лучше всегда сказать, надо будет давать. Можно еще вопрос? Вот тут ребята задавали вопрос по эксплуатируемым крышам. Ну, вот в частности, я делал. Большой балкон у нас в Сибири. Ну, там балкон порядка 40 квадратных метров, так? То есть это крыша как-то идет, вот этот огромный балкон. Значит, разные гидроизоляции делали, потом, значит, туда керамогранит в клейтку укладывали, там, балясины ставили, все, вот такой балкон получается, да? Ну, прошло несколько лет, в Сибирь есть Сибирь. Естественно, где-то трещинки водичка замерзла, где-то подняло керамогранит, где-то чего-то. То есть здесь при использовании битуприна, допустим, как конструктивно можно сделать эксплуатируемую крышу, чтобы она у меня, то есть вода, чтобы она у меня, во-первых, покрытие, плитка не отваливалась больше, и как, чтобы мне не замочить помещение? Вот такая технология существует? Здесь очень много разных подходов. Если у вас есть гранит, то есть эксплуатируемый какой-то покрытие, твердый, да, видовый гранит, это самое правильное, потому что если ваша терраса эксплуатирует, и это будет там, ну, что-то как-то, или мангарит, или шашлык, поэтому... Да неважно, хотя бы просто, чтобы кто-то не затапливал. Теперь, теперь все, да, надо искать. Как-то надо искать, проблема, это уже... Здесь очень много разных вариантов, ну, давай так, берем вот эту систему гидрозоляции. Что у нас позволит? Позвольте, это делок коридор, водонепроницаемость. То есть мы сделаем такая гидрозоляция, мы уже знаем, в ваши помещения больше не будут. Но остается такой неэксплуатированный покрытие, потому что все равно, по-любому, она мягкая, она черная. Ну, если так, наверное, на крыше-то можно пускать вот это, не знаю, вентиляциончик, да, спокойно, да, можно. Конечно, она не будет шпиком, ну, так она не будет. Да, а ваша цель, ваша терраса совершенно большая. И вы национально по-любому карту что-то наберете. Ну, вот мне надо будет переговорить с тобой вот эту тему, что ты можешь предложить. Потому что, как бы, ну, народ забывает, что в Сибири живет, и очень многим требуется вот такая, допустим, либо терраса открытая, либо вагон огромный, как терраса открытая, как на втором, на третьем этаже. Здесь решение, она ведет на другой материале, который открыли. И она вот испитана, вот испитана, она работает. И это не только в Сибири, везде такой проблем. И вот что-то... Гидроизоляция, это в оконцовке ее нужно заклеить там керамогранитом. То есть есть помещение, вот ты на третий этаж уходишь, второй этаж как в тобой, помещение там 40 квадратных. Тебе его нужно сделать гидроизоляцию, и в керамогранит там поручни поставить. Вот он открытый балкон. Да, вот открытый балкон. Ну то есть что, ну вот гидроизоляцию сделал, налить стяжку туда, под керамогранит, штону... Разве под кодекс? Кто-то хочет снимать все граниты, снимает все граниты. Нет, потому что можно это делать поверх вот этой керамогранитом. Да, да, да. А как потом просверливать укрепление тех же балясин? То есть мы уже сверлили, получается. Ну, балясин можно заранее. Нет, сейчас, это все надо заранее, конечно. Заранее все придумать. Ну, я просто, когда дорожит о том, есть ли другие расчеты. Нет, меня больше интересует наливать слой стяжки для того, чтобы мне приклеить керамогранит. Нужно? Или я могу... Ну, сразу на него. На нее... То есть плиточный клей... Да, да. Плиточный клей, он хорошо себя чувствует, то есть... Плиточный клей, она застойка, она себя чувствует. В чем проблема? Вот она, цифра есть, адгезии плиточного клея. Вот это ж, вот это, затирка неправильно сделает. Почему-то, наверное, и что. Я бы чего, я могу бы... Потому что затирка неправильно. Вот кто-то вкладывает эту бутылку, потом, если я в готовность, то тоже затирка. Да, вы не правы. Здесь еще есть моменты такие, не от затирки, она лопается. То есть, со временем, через год-два, она бывает лопается, трещины дает. И все вроде стоит монолитом, а есть такие... А потом найдет туда вода, а потом вода, которая там стоит, а потом зеван. Не только там замерзла, а потом найдешь какую-то... Нет, это я с тобой согласен. Но вот, если я буду бетупрен использовать, то есть... Здесь мне придется тогда ремонтировать только покрытие плитки. Вот у меня потрескалась затирка, где-то плитка поднялась, и я ее отремонтировал. А вода-то у меня уже не должна в помещение идти. У меня там гидроизоляция бетупреновская. Мне как раз вам сказать, если вы хотите демонтировать это все, и сделать это заново. Демонтировать, сделать корито правильно, да? И потом все это заново сделаем. С учетом того, в следующий раз, скажите вот это я. Вы не готовы столько затирки. Готовы столько, сколько нужно. Потому что первая нашитка, а последняя она сухая. Первая она дает ушатку, а другая она пористая. А вот эти швейки потом, они более-менее нормальные. Мы не будем учиться вот этой плиточкой, да? Нам надо сделать что-то, и должна все как-то работать. Есть вот другая тематика, есть вот другое приложение. Как раз на этом уже покрытие, то есть плитка, капли и так далее, сделаем такой эксплуатированный покрытие с другими материалами. Мы уже бетупрены, сокрытие. Беда это не только ваша, и проще такое, проще такое сделать. И как раз это, мы предлагаем всегда по-любому вот это армирование. То есть ее текстиль. Почему? Потому что в прочности вот эта армирование покрытие, она вот принято такое количество материала, которое использовали, она в 10 раз больше. Она более долго играющая. И вот когда я буду делать такое количество, да, вот на прохоре, конечно, это сложно. Просто, 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 просто надо дрилить, что-то ее забили. Дриле и потом забили, как их герметизировать, это я делаю. Вот это... Я понял тебя, надо будет мне просто на персональному переговорить. Есть и другой материал. Вот такая проблема есть у нас. Да, есть и другой материал. Могу... А можно еще вопрос попасть? Потому что готовки депративного готовы. Там свой станок, да, своя оборудование должна быть? Нет, нет, там... Это же... Компрессор работодатель. Нет, нет, это оборудование стоит 3000 рублей. А, отлично. Да, это доступно. А вот я понял, что на тонкий флор выносите, да? Ну, там о жадности записано. 2-3 миллиметра. Про что, про что? Про экролем? Нет, про лимитативный. Ну, у нас там где-то был слой, наверное, на кровле где-то миллиметра... На стене, на стене. На стене было 2-3 миллиметра. 2-3 миллиметра. То есть мы, например, пеноплекс на кирпич закрепили и эта штука закрыли. И мы все-таки основание сделали. Нет, нет, надо штукатурить. Не оказывается, лучше, конечно, да. Дело-то, подготовка, ну, ткри, сиська. Потому что, наверное, по-любому, как-то это плитка. Это тоже самое вопрос от кровли. Вот у нас, кстати, на стенде, вот на этом, здесь мы, окна у нас, ну, кто не знает, мы еще производим фасадный декор. И вот мы делали стенд, и вот здесь вот супер-классно придет, потом можете подойти и посмотреть. Где делал колонны, там снимем. Это то, что мы производим. Сейчас мы еще начали поставки в магазин Le Roy Merlin. Но это уже так, для клиентов, которым надо срочно. Вчера еще украсить окна, там ограниченная серия нашей продукции будет. И супер-класс мы просто использовали, потому что делали фотографии здесь, сделали различные обрамления и отправляли их в Le Roy Merlin. То есть у вас можно заказать вот такие элементы, покрашенные вот этой фасадной штукой, в тот цвет, который нас интересует? Вот если вы будете выходить на улицу потом, там на заборе у нас какой-то стенд висит, там есть элемент просто-просто пенопласт и супер-класс на него нанесен. А можно сделать и армирующий, и еще сверху нанести супер-класс. А, то есть армирующий. Да, можно и так, так, ну, то есть вариации разные. Вот у нас Андрей есть, он с Новокринецкого, у нас там сейчас тоже снимает отдельный проект, там и то, и то, там всякие разные. Еще вопрос, вот у нас проектируем сначала, потом строим. Вот всегда библиотека интересует. Есть у вас библиотека решение, что можно в Revit загрузить и все, и не варим. Да, да, да. Да, есть, есть. Да, есть у нас в 3D все. Вот все, что в каталоге, если мы посмотрели, есть каталоги, там, элементы фасадного декора, это все у нас есть в 3D. Там, в каких там программах? В текстурах, правильно? В Core или там. Текстура тоже проработанная, да? Текстуру конкретно декора или ее суперпласты? Фасадного покрытия, я не знаю. Ну, вот если по элементам декора, то текстуры-то особо нет. Нет, нет, если суперпласты, то текстуры нет. Нет, если текстура, то есть, да. Есть или нет? Нет, она, вы знаете, она есть, но не для AutoCAD, нет, это не для AutoCAD, но просто для AutoCAD. Но это только в цвете, да? Только в цвете. Да. А в фактуре? Нет, нет, фактура. Фактура? Показать ее визуально? Фактура, только цвет, а потом надо соответствовать. То есть цвет? Нет, она фактура. Это программа есть, а вот именно фактура... Это ерунда, сандиротекстура имеется на программе, это шутер, ерунда. Там это три параметры, цвет, отражение, это другая. А потом это не для CoreDev, это для других программ, а для AutoCAD, ну... Просто вы понимаете, что делается в проекте, человек согласовывается, все материалы согласовываются. Конечно. Он хочет видеть перед тем, как монтировать, хочет видеть, как это выглядит у него на доме. Да, это лучше визуально. Толок не работает на доме. Нет, я понимаю, да, да. То есть человек видит в массе, а не в этой пяточке. От массе он на картинке не поймёт. От массе он только цвет увидит. Ну. От массе он только цвет увидит. Нет у нас такого разрешения, чтобы показать вот эту мелкую... Не можем видеть. По ответу вопросу, можно, конечно, давать для... Да, я не задал, а все равно ты вот эту самую структуру, ты не визуально там не ощущаешь, ни на одном проекте. Нет, я не могу сказать, если проектировщик знает, как надо делать, можно так вот с дельтазумнуть и увидеть почти вот такая фактура. Ну, конечно, это не на ощупь, они дают, ну, в принципе, да, можно. Сейчас просто, ну, визуалку... Да, визуалка, да. Хороший качество. Визуалку можете посмотреть у нас на ютубе, там есть наши проекты, которые мы делаем, в том числе с фасадным декором. Даже там мы не можем показать фактуру домов стен. Ну, фасадный декор у вас можно заказывать в той цветовой гамме, какой из которого он, да? Как готовый цвет? Цвет можно любой, но проще на месте. Смысл там, конечно. А что, после монтажа он смонтировали потом? Смонтировать, да, шпатклевать его. Там запилы идут, там идет герметизация. Сначала элементы декора, потом уже финиш. Как, знаете, как в Икее. Покупаешь, там все готово. Собрал и пошел. Нет, так не бывает. Чудесно. Как ты будешь стыки, ты сначала стыки проходишь. В Икее стыки кривоватые, да, поносно, когда собрал. Если хочешь, если те кривоватые, он троит, они могут. Вот эта идея, которую вы сейчас сказали, мы в Леруа как раз и пришли, то есть сделать как раз наличники, карнизы. Да, вы просто знаешь, что Леруа, там формат лепой более жестче, чем лепой, что-то надо. Возможно, но мы именно к нему шли, чтобы человек мог сам, бым-бым-бым, бым-бым, все. Понятно. То есть только конкретно окна, а все остальное, понятно, мы не сможем предложить, это уже для молодцы. Вот. Тренцию я отнял. Да, может кто-то. Наши чуть-чуть решили на другие продукции, хорошо. Потому что они знают о том, что они с другими материалами, другие решения, другие направления, декор. Ну, технический такой. Нет, мы на следующей неделе ваш продукт попробуем, у нас есть. Слышно. О, вот. Слышно. Слышно. Дай мне что-то показать. А потом… Вот это и дома, они все сдают там. Вот они, вот они. А потом скажем, вот это… А потом вызывать вас. По скромной дам. Я не понимаю. Там будем вызывать. Приезжайте, у нас сидишь. Значит, санитаж. Крыша, нарушайся. Слева. Слышно. Слышно. Да. Ну, потом у нас есть решение для бассейна. И… Показать. 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 Решение для бассейна будет… Ну, это да. Протест. Здесь вода у нас просто стоит в коробке, ну, из-под это… Да, бумага офисная. И там… Ну, это как раз то решение для бассейна. Да. Нанесли ее решение, он сам держится на полку. Кто не видел? Бассейны. Почему так бассейны? Потому что спрос в этот частный сектор, он такой… Ну, то есть, это формирование, если мы о прудах говорим, то есть, произвольная форма, уплотнение, песок, армирование… Армирование, да. Геотекстиль, там, с какой-то плотности заданной, да, есть? Вы рекламентируете плотность? Ну, я вам скажу, если для своего опыта, который показывает, 250 плотность. Он 250. Больше, они, как сказать, удобные. Она… Она неудобная, согласен. 250 грамм – это сами дали. 250 грамм. Да. Потому что… И все сверху залили, забыли. Да, да. И цель – это просто дают основу. Он… Не видит, какая-то начинка, а основа. Ну, понятно. Вы с собой склеиваете? Нет, они клеятся. Там есть о своей как-то технология, ну, зависимая какая-то конфигурация. Я, наверное, потом спросить… У нас есть вообще видео. Просто наглядно. Главное, как это все можно сделать. Ну, реальные объекты. Я вам показать, да, вот эти объекты. Они стоят очень много. Скрипели. Скрипели, конечно, да. Где-то можно. Ему надо все равно по-любому стараться все… Давай приклеить друг к другу. Тоже самое батарея, который используем. Почему? Потому что, ну, когда вот открыты, могут какой-то адрес. А если, когда напротив, где-то все надо, как это конфигурация. Где скобы нужно делать. Ну, это все даже… Спроси тогда. Про водоемы можно запрошивать. Мы там тоже много чего попробовали. Про водоемы у нас в авиаторах. Ну, что в Барлова, знаешь, женщина, у нее каскад. Ну, то есть, вода течет по корням. И водоем там, искусственный там… Усеклав это все, знаешь, что во дворе. Вот. И, понятно, чаша вся сделана диктонной. И она, короче, вся течет. Чем только ее там не мазали, не делали. Сколько там профессионалов не было, короче. Все течет, все вокруг мокрая, земля все мокрая, разрушается и так далее. Мы 1260 живем. Да. Мы приехали, я говорю, вам какой цвет? А она такая, я не знаю, какие есть там. Ну, серый есть там, голубой, по-моему, больше там… Ну, три варианта. Три варианта, да. Ну, давайте серый там помажем. Мне уже без разницы, мне там все, что только кто не делал, типа, все равно хоть что-нибудь сделайте с этим водоемом. Я отвез им лично туда, это там, бедро или два бедра, потому что только бедро, по-моему. Все, намазываем. Слушай, не знаю, не течет, видите. Я говорю, ну, давайте год переждем. И вот недавно связывались. Я говорю, что переверзла там вот эта плята. Она говорит, нет, все, вообще, вся проблема была решена. Геннадий 60. Он там небольшой водоем, там 5 или 7 тысяч рублей обошлось. Ну, а для пластикового поколения можно подойти? Вот, допустим, есть пластиковые пруды, которые бывают, что у людей в садах… Нет. Если он треснул… Да, он треснул… Можно его треснуть? Да, он треснул… Можно его треснуть? Пластика? Нет, он пластик, его актереет, его фиксирует… Нет. Нет, скорее всего, не надо. Я вам скажу. Пластик – это жоженое пиктофель, да? Берем вот это. Ну, так… Самоклещик и фиксирует. Да, нет. И еще, на фиксирует. И на фиксирует. А потом на фиксирует. А вот я и говорю… А потом можно полностью его покрытие разобрать? Нет. Вот эту часть. Вот эту часть. Вот эту часть. И вот, во-первых, где фиксирует, чтобы она дальше не подъезжала. Да. Вот сейчас наклею в фиксирует. Вот это, самоклещик. Я вам гарантирую, что вы никогда не будете больше. Ну, если опять не пробьют только. А все под краской? Да. А что под краской? Да. Обычно у нас есть термоносы. Уже зимой. Хоть даже там воздух и не сливают. Нет. Ну, если сделать как бы на сигнал, то, наверное, да, на текстилерчик. Если, допустим, такие материалы бетонные, можно так и не сливать, а на пластике какая-то… Потому что земля замерзается, дает такое там давление, да, да, 2 тонны на квадратный метр столько, а пластика держит, держит, держит. Ну, если не сопротивление, она нравится. Ну, это как раз ошибки. Ну, это пластика, если да, 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 да. Это компенсирует давление, расширение, на расширение именно воды. Так она будет. А если это пластика, то она такой материал, такой и пластичный. Он дает, дает, а потом так. Ломается. А если так, я другой материал на пластике, я не вижу. То есть, если покрасить, то сама краска. Ну, есть и другие материалы, которые можно покрасить. Ну, я не гарантирую, насколько эффективно можно пластика. Ну, ПВК, ПВА. Ну, его надо, первое, отравить, вот так, вот такой слой. Отравить все вот это, а потом можно покрасить наш материал. Иначе, ну, такой, его в реальности не позволит иметь, хороший объезд, даже акриллер, даже, ну, как любой такой. Ну, может только, да, вот это же черное. Но потом черное надо покрасить. А вот эту бутерброда, я вам не могу, по сути. По прошлому надеть, приклеить и по свет заказывать именно такой материал. Это мы не должны гарантируем. Просто по итогам прошлого года у нас было, ну, я не знаю, столько разных ситуаций, которых мы не знали, как решать. Ну, и понятно, мы все в режиме там реального времени. Сколько там звонков, чуть ли в день по несколько раз. А это, а это, а вот это, а вот это как, а вот это. А вот это почему, а вот это. Расскажи им это все. Учились, 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 учились. Потому что, ну, одно дело сделать там стандартное что-то там, то, что делается всегда. Другое дело решать на стандартные задачи. И причем на все эти нестандартные ситуации находятся какие-то решения с различными материалами. В этом году у нас с Новосибирска, мы тоже этого не знали, долго там пытаться разбираться. Ну, так, в целом расскажу тогда кейсы еще раз. Вот. В этом году у нас с Новосибирска поступил заказ. Захар, как это, трубы какие-то? Да, промышленные трубы. Промышленные трубы. Вот. И там, собственно, идет газы. Да. То есть там идет дым от 200 градусов получается. То есть он горячий. Он горячий. И... Ну, и киногаз. Влагу образует на поверхности трубы. Вот им надо кидроизолировать изнутри. И там полтора километра, типа, высоту две трубы, я так понял. И полторы тысячи квадратов там. Не знаю. Там около 30 метров, а около 60 метров. И изнутри это все влага соответственно разъедает все это. И не было решения, типа, ну как загидроизолировать? Ну вот мы там... Путем долгих методов, там, как, что, что, этот материал, да-те-те-те-те-те-те-те. В итоге РЭДСа у себя в лаборатории сделал, там, протестировал, какую температуру держит какой материал. Зашел спой за решение. И вот, ну, компания предпочла, что да, типа, все, этот материал не подойдет. И мы начинаем делать гидроизоляцию этим материалом. В прошлом году у нас была другая ситуация. Это вообще нестандартная, я думаю. Долго пытался разобраться. Ребята из Казахстана приехали здесь в Барнауле, нашли нас по гидроизоляции, а я еще тогда вообще не понимал, как это все только учился. Они приезжают и говорят, надо вот это, вот у нас большие огромные чан, их несколько штук, внутри моют золото, там щелочная среда, там все разъедают. И нам надо гидроизолировать стенки чан внутри, и раньше использовали там какую-то голландскую технологию, там где ведерко стоит 20 килограмм 25 тысяч рублей, короче, там цены космические, там все такое. Ваша резина такое сможет сделать? Я не знаю, они у меня там вообще такие терминологии, я говорю, ну давайте я сейчас с заводом поговорю, там что-то как-то. Женца одно, второе, третья, там неделя, вторая, мы там пытаемся понять, что-то как-то. В итоге он говорит, берем компаунд, все сделали, отправили, ребята довольны, счастливы, выполнили тендер. Говорят, блин, в 10 раз дешевле, и мы теперь даже… Ну да, потом, когда я понял, что это такое, опыты были, конечно, как вы заботы о норильском. Как раз там еще позже там условия, чем вот это. Ну а там уже том, что там глинах, там зима, которые не надо все… А потом как-то сетерация, разные фразы, а потом идет на другой части, который тем больше и больше скатывает вот это, ну, как дробь. Это вот так вот. Поэтому там, что это не проблема, они всегда со мной в WhatsApp. Да, комментируем не учил, но здорово, нормально, хорошо там. Вопросов нету, по-самей веры. То есть проблема оказалась не такой проблемой, как они не вставили? Да, ну, абсолютно не вставили. И почему я так считаю? Потому что вот эта пленка, вот этот материал, он достаточно устойчивый. Он слабый вставит, когда, например, не вставили. Потому что что-то они не расъедают, они уменьшают, оно становится мягким. Ну, давайте. С ГСМом не пойдет, да? С ГСМом не пойдет, дизель не пойдет. Ну, дизель, конечно, нет. Я вам скажу, да, как хранилище для дизель. Нет, 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 нет. Другой. Ну, остальные, да, агрессивные, широкие. Держим спокойно, абсолютно спокойно. У нас есть таблицы, может, там, 260-й разный состав. И там указаны, да, устойчивые, 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 умеренные, устойчивые. Если кто-то заинтересует именно такие параметры, которые, ну, заводы иногда спрашивают. Я просто к чему все это начал, потому что столько разных ситуаций, их, ну, не было очень ситуаций, которые мы не решили. В итоге все сделали, все. Да, столько. Нет, методом обсуждения пройдешь. Понятно, понятно. Конечно, да. Вопросы дали по поводу вот этой защиты, да? Типа, например, вот эта труба, которая идет в диме, да? 250-250 градусов, температура. Да, да, да. Ну, конечно, там задача интересна. Вот, это не просто так интересно, это интересно сейчас что-то новое. Поэтому у нас всегда что-то симулирует. Здесь симуляция, там, в лаборатории. Здесь поставить на камеру 250 градусов, посмотрим все три дня, как она себя ведет, теряет ее вес, не теряет ее вес и так далее. А вот ты найдешь более-менее такую больницу, потому что может сразу есть ответ. Ну, а 25 тысяч рублей за 20 килограмм, ну, не могу. Она, как и компромиссия, которая достойна по ее функциональности и тоже по цене. Потому что, понимаете, там, на это, не знаю, это не полы, это какой-то внутренний труд уже, никто не ее видит, никто не понимает. Это мы решаем, это же интересные такие вопросы. Еще вопросы? Я хотела, чтобы Николай задал вопрос. То есть мы, так же терраса, да? То есть мы кладем камеру на основу, на основу. Если мы все-таки делаем расшивку поверх капеля обычной расшивкой, это не пойдет. То есть сюда выходит влага под капельку, и она отойдет от этой поверхности. Да. А у вас какие-то есть изложения? Может, она и расшивка будет? И вообще, какой-то другой. Если дать какую-то вещь, я думаю, как вон там. Нет, Симон, спасибо. Вы просто взяли терраску, делали изоляцию, а сверху можно положить капельку. А битупрент 200 для этого не подойдет? Подойдет. То есть для заделки с чего? Чтобы в капельку не попало? Ну, он откуда знает. Почему? Можно капель положить на битупрент 200. Капель, понятно, в швы заделываются. Можно пастельную, в водостолокину, в водостолокину, в водостолокину. Тонкое место в затеньке. Проблема не в качестве затенька. Возьмите двух компонентов. Можно брать готовую. Многие производители сейчас готовую делать. Кемеровские есть? Да, да, да. Возьмите двух компонентов на затирку китайскую. Потом вместе с балконом только. Она параллельная? Она двух компонентов. Она также смешивается в сопле. Эпоксидная. 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 Возьмите другого вопроса. Есть расширки, которые полностью залезают? Хорошо. Я вам скажу маленький секрет. Бериты, как они есть, и пока нет. У нас намеренная задерка. Ну, если бы меня спросили много. Ну, пока как-то я вижу, не стоит туда. Потому что один хочет желтый, другая. Меньше желтый. Так это сметой. Это как шмаха. Ну, берите просто так. Ну, будет правильно. Используй в качестве балка. Затем. Правильно? Да. Ну, да. Когда вы растворяете, расширь. Нет. Дело в том, там есть примеры, которые они себя отвердают. И они дают меньше пояса. И ключ один. Кигулик рассыщился. Кто ты? Глиточка. Ну, бери ты в это праймер. Ну, даже не могу сказать самым таганом. Потому что самым таганом это вода может быть. Ну, хороший. Ну, хороший. Мы маме праймер. Используй вместо вода. Праймер или грунтовка? Есть разница? Ну, я не знаю. Есть написано грунтовка, есть написано праймер. Поэтому я не могу. Праймер битом черного цвета. Нет, нет, нет. Праймер это из английского, да? Праймер это первое. Ну, то есть это не битумный, а коза. Нет, это грунтовка. Ну, давай, акрилер. Акрилер, да? Акрилер. Акрилер. Ну, типа цилизитовская что-нибудь. Ну, да. Бери ты такой. Ну, осторожно. Когда надо достаточно быстро качать. Потом, конечно, это не как-то порошковая, которую можно потом так быстренько... Да, свой битум. Да, свой битум. Да. Должны вот это учитывать. Это сделано сразу. Да, сделано сразу. Потому что потом это уже число. Чем я могу это все... Да. В принципе, то же самое. А это, конечно, да. Поможет, конечно, уплотнеть, мишево-динополисе. И далее, однородно. Потому что полимеры держат такое состояние, гирообразное. Если там, ну, затеют, чувствуют, там, помиды с имперцами. Конечно, обиды с имперцами, как берется на себя пляга. Вот. И она начинает как-то стерилизироваться, ставить свои, как это, кристалли. И она началась вот так утвердить. А потом что-то вырушает. Утвердить. Добавить, да, вода еще. Да? И, да, смешать. То есть мы сделали такую разведенную затирку, которая, конечно, потом она поростная, она отходит. Там нет чего-то. Уже цементом утверден. Вот. Поэтому берите вот это и меняется. Ну, можно так менять за 100% вода или половинка. Ну, все зависимо, сколько же будет вам нужно. Сколько же, конечно, шок. Если шок четыре или два, то разные вещи. Сами регулирую. Ну, я бы как-то посоветую использовать такой метод. Все будет лучше, чем обычная, простая, так, заделька. Конечно, так и, в принципе, работа эпоксидная. Ну, так и, в принципе, работа эпоксидная. Ну, я эпоксидная, конечно, не знаю, почему они решились. Потому что я не знаю, куда это эпоксидная. Ну, мы уже договорим эпоксидная. Это тоже двухкомпонентная. Это тоже полимер. То есть я не готов сказать, что там в основе. Нет. Принцип одно и то. Я вам скажу так. Получай, это будет бюджетно и будет правильно, потому что вот акрелия, но если такие акрелия всегда есть, правильно? Они тонкие, частичные, очень тонкие. Да, в отличие от других. И поэтому они хорошо вмешаются именно в такие составы, которые пастообразные. Это пастообразные. И они как-то достаточно хорошо, они задействованы именно целью. То есть шелёшная ньёшу. Шелёшную задушку. И вот. Проблема эта затирка. Знаете, сколько бассейн? Мозаика, наверное, как-то течёт. Ну, проникает. Не потому что там нет электролиации, а потому что там уже нет затирки. Она проникает в подавление. Вот. Пошла туда. А потом, конечно, как она пошла? Ну, я так понимаю, глобальных вопросов уже нет? Да. Тогда ждём вас у нас следующего с заказами. Ладно, сейчас можем ещё раз чай. Во-первых, я хотел сказать. Конечно, сейчас мы обсуждали несколько вопросов. Я думаю, во время смышлений будут ещё какие-то вопросы. И даже сложные технические. Просто держите в контакте с семьей, всё. А дайте любые вопросы, мы вам ответим с документами. Или кто-то хочет. А я не знаю, вот мне надо предлагать, не знаю кто, бассейн. А мне заказчик дать. Дай мне посмотреть. А смотреть ты не можешь. Может, так поможут какие-то маленькие ролики, да? Да. Да, да, да. Поэтому они не стыдны в этом. Система вопроса ответит так. В электронном виде так. Да. Да, да, да. В вашем счёту. Да.